Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да сплошной обман. Привет, друзья! Привет, зрители моего канала! Ребят, видеоматериал воскресный, я думаю, успею его смонтировать, если оно вышло, значит, увидите, что я успел его сделать. Видеоматериал поделит в том, ребят, я вам посоветую очень классную компанию, там, как бы правильно сказать, производство для пчеловодов, для того, чтобы вы не переплачивали, ну, если можно так сказать. Я там некоторые вещи покупаю, и довольно-таки, ну, нормальные цены, это не реклама. Хотите, рекламируйте, можете покупать через Васю, через Печу, через Колю и переплачивайте до здоровья. Я беру напрямую производителя. Чем мне хорошо, если я у него взял вещь, то я к нему позвонил, сказал, Вася, я у тебя купил. Вот так и так, мол, типа, и посредника мне не надо, чтобы Вася позвонит до Коли, Коля скажет, Вася, а потом до производителя выйдет. И пока это моя запчасть. Я у него взял то, что мне нужно, да, продукцию его. И если вдруг-то случилось, я всегда могу напрямую позвонить. Ребята, вы его знаете, этого человека. Я сейчас поэтапно расскажу, что я покупал у него, что я применял, и вы себе это примените на пасеку. Ну, я не понимаю, что не все 100%, но многие люди, которые продают биот-баначками на рынке, которые что-то демонстерят своими руками, которые просто, ну, любят продукцию нашего украинского производителя, я думаю, в любом случае пользуются этой продукцией. И вот мы находимся у меня в гараже под названием цех по откачке меда. Все вы часто продаете на базаре баночки с медом. Кто-то делает крем-мед, и у кого-то получается его делать, мешается орешками, всякими добавками, а кто-то его просто не делает, как я. Я его декристаллизирую, вот, и разливаю по баночкам. Вот у меня есть мед квитковый, вот тут у нас где-то мед есть липовый, вот, видите, отличается, да, там есть подсолнечниковый, все остальное. Но в зимний период понятно всем, что этот мед садится, и насыпать его нужно, то есть наливать его на базаре баночки только когда он находится в жидком состоянии. Но кто-то пользуется самодельными декристаллизаторами, кто-то покупает их на разные объемы, бочка у кого-то, и разный объем продажи. Я же пользуюсь, еще раз повторяю, и вам рекомендую, ну, универсальным средством. Это компания Пульс Автоматик, вы не подумайте, взялся за старое. Кому не надо, можете выключаться, дальше больше кому-то надо, оставайтесь на левом. Но в кадре я покажу кое-что еще. Пульс Автоматик, это керамичная электрическая батарея, казалось бы, да, для чего она нужна? Она нужна только для того, чтобы обогревать наше помещение. Положим коробок. Но я ее использую как декристаллизатор. Что я делаю? Вот у меня такая вот самодельная штука, сбита с обычной фанеры, обрезки, кусочки дерева, для того, чтобы приподнять емкость, в которой будет мед декристаллизироваться, на расстояние 20 см. Так, что мы покажем? Ведро. Я сейчас даже ведро покажу. Есть ведерки разные, разный мед. Это мед. Вот, никто и ведро, чтобы не поднимать. Можно использовать такие ведерки, у меня есть они, вот тут получается, раз, два, три, четыре, да, ставить. Можно использовать большие ведра, вот как здесь. Это у меня, вот оно так ставится. Это разнотравье, кстати, лазовское разнотравье. Ходите посмотреть. Я сам хочу посмотреть. Ох ты, блин. О, смотрите, какое красивое, а. Ай, и пахнет по-своему. Это лазовское разнотравье. Ну, мы же, мед покупаем, покупаем, как бы, разнотравье, всякое разное, и для продажи в розницу по баночкам. Ну, вы же понимаете, да? Что мы делаем? Мы включаем эту панель в прибор под названием, как он правильно называется, сейчас заображу, как правильно сказать. В общем, да, в котором присутствует датчик температуры, который отключает мед, чтобы не перегрелся, при температуре не больше 60 градусов. Вообще, мы делаем 40. Самый правильный вариант 40. Ну, вы же не понимаете, что чем больше температура, тем больше в меде появляется оксимитировка. Есть такое, вот, такое соединение. И поэтому это вред для нашего здоровья. Хотя его в меде есть, в шоколаде он есть, в кофе он есть, в лекарственных препаратах он есть, и где его только, может быть, и нет. Здесь пенопластовый ящик одевается. И все это стоит, ну, максимум, там, сутки-двое. И мед становится такой, как бы, знаете, правильно сказать, полужидкий, как сметана. Мы его разливаем по баночкам и продаем на рынок. Вот, вот, сейчас тоже сел, буквально недавно его разливали. Видите, если бы он был перегретый, он бы закристаллизовал, то есть он был бы жидкий, как карамель. А так как мед принимает опять кристаллообразную форму, значит, он получается классно. Поэтому, вот, смотрите, керамическая панель. Потом мы все это сделали. Что-то собака разволновалась. Надают меня с вами поговорить. Вот, зараза, а! Пойти их шургануть, что ли? Ладно. Вы успокоились, господи. Весна, весна, кошки бегают, их собаки гавкают. Так вот, продолжим, пацаны. А дальше что мы делаем? Ну, сделали свою работу, сняли, опять в розетку втыкнули, и у вас обычная керамическая панель, которая выполняет функцию обогрева. То есть, два в одном. Я для себя выбрал. Можно купить фартухообразный, который используется только в определенных моментах. А можно купить вот такую панель и использовать ее. Мне ее не пришлось покупать очень-очень давно, компания Пульс Автоматик мне ее презентовала, и я очень давно уже пользуюсь. Возьмите на заметку, может кто-то себе сам сделает. Инструкция здесь простая, то есть, керамическая панель, теплый пол, и все греет, нагревает, супер. Можно использовать не только для обогрева меда, а для других целей. Так, это раз. Идем дальше. Перемещаемся к себе в баню. Так, ребят, смотрите. Повторяюсь. Я говорю не о посреднике, не о магазине, а о производителе. Понимаете? Кому-то это не нужно. А для кого-то, для кого-то, вот это жизненно необходимо, как один, говорит, человек. Вот. Смотрите. Это что у нас? Привода. Этот привод в Украине разработал лично сам Сергей Постельник. Лично сам разработал полностью все, что он сделал, это его руками. То есть, комплектующие, понятно, покупались где-то в одном месте, двигатели в другом месте. Но разработка и проект это делал лично он сам. Поэтому, ребята, мы не присваиваем никому чужие ордена, как говорится. А говорим о тех вещах, которые делает человек сам. Дальше. Пульты делает он. Вот этот лично пульт он разработал под мою медогонку, которая называется Мелисса 93. Вот. Она работает у меня очень давно. Этот пульт, видите, как он открывается уже, за зиму забыл. Хотел быстро открыть, не получилось. А, вот так вот, видите, чуть не с другой стороны. Этот пульт самообучающийся, сделанный из запчастей. Это, видите, штучка, это вообще с какой-то приемника Сережка подобрал. Молодец, красавчик. Плюс сюда идет ножная кнопка. Это когда у вас руки в меду, а вы их до кнопочек, чтобы не дотрагиваться. Допустим, мы нажали, медогонка включилась. Второй раз нажали, медогонка выключилась. Ну, если, допустим, надо срочно выключить. А так старт, и все. И она в автомате пошла, и сама пока цикл не сделалась. То есть, все это Сережа сам разрабатывал. Более того, скажу, приезжал ко мне в сезон откачки меда. И он это все проверял под нагрузками, под разными, допустим, функциями. Все работает шикарно. Но и заводской пульт, который также, его производство, тоже работает. Пацаны, пишите комментарии разные. Конечно, понятно, кто пользовался, напишет, понятно, честный отзыв. Конкуренты напишут, может быть, другой отзыв. Но я скажу, я за этих людей могу гордиться. Потому что люди делают свою продукцию в Украине. Компания Пульс Автоматик. Вот такие штуки, да, терморегулятор, который, кстати, используют для декристаллизации меда. Автоматы, которые тоже регулируют. Все управляется. Розетку. Вот на кремовалку, кстати, вещь незаменимая. То есть, можно выставить в режиме включения-выключения. Насос, водяной полив. То есть, ну, все, что хотите, условия. То есть, можно позвонить и покупать не у Китая, а у нашего украинского производителя. Да, тут может быть комплектующий, какие-то китайские. Да, но в основном мы заходим на их сайт и видим продукцию, которая сделана в Украине. Вот. Это парень молодой, довольно-таки успешный. Сейчас у него будет сделан новый блок, на котором будет пульт вообще находиться сверху на этой крышечке. И это будет его производство. И все, что вы видите похожее, знайте, что это он производит. Ну, может быть, кто-то с Орвением скопирует, конечно. Вот. Но я думаю, что это только будет плагиат. Первоначально сделал это Сергей Постельник. За что ему огромное-огромное спасибо. Декристаллизатор и все остальное. Зная этого парня очень давно, начинал он еще с электроники по видеоаппаратуре, от магнитолы автомобильной и все такое. И сейчас перешел на свой личный бизнес. И сейчас делает для нас, для пчеловода, для нас. Ребята, ну, я понимаю, что, опять же-таки, я боюсь этого слова. Реклама, опять заказуха, ему проплатили. Блин, да ни копейки я не беру с этого человека, ни копейки. Вот вы не поверите, я когда-нибудь сниму отдельный ролик про то, что где я зарабатываю, а где нет. Как я могу взять человека, если я его знаю, еще елки-палки, лес густой. Когда-то под Харьковом мы собирались под Новый год, пчеловоды в Азовсково, и не только Харьковской области. Там были представители, производители. Мы там общались. Я помню его глаза, этого молодого парня, у которого пасека тоже своя есть. Да, небольшая, для души может быть, может быть, нет. Но я знаю, что он тоже пчеловод. Поверьте, его, этого человека, знает вся Украина. Поэтому за таких людей я буду бомбить. Просто давайте возможность продвигать нашу продукцию в Украине. Понимаете? Всегда можно говорить, что импорт наилучше, согласен я с вами. Но если эти люди пойдут вперед, изобретут или сделают для нас, для пчеловодов, что-то новое и полезное, я только руками за. И берут только напрямую. Алло, Сереж, привет. Мне надо то-то, то-то. Да, Саша, хорошо, отправил. Я взял напрямую, я работаю напрямую с производителем. Скоро Сергей привезет или пришлет или видео мы снимем совместно про новый блок, который идет с управлением здесь. То есть уже вот этого всего не нужно. То есть стоит на виногонке вот такой блок, кнопочки управления. Вот, и здесь регулятор, ну, обороты, все остальное, которые он проверяет в интересных условиях, ребята. Поэтому следующее видео будет об этом. Если кому интересно, посмотрите. Я думаю, под сезон пчеловодный многие люди еще не купили себе виногонок, потому что, ну, не все подали на дотацию, как и я. Не все держат большие пасеки, а кому-то и не надо такая большая виногонка новая. У кого-то четырехрамочная, старенькая, ее переделал, да и качать. Соответственно, как бы, все понятно. Редуктор помогает заменить вот эту ручку. Как говорится, облегчим нашим женам, я уже не раз говорил в прошлых годах, облегчим нашим женам работу, помощь нашим женам на откачке меда. Потому что очень большую роль наши женщины применяют, ну, большую роль играют в наших работах с вами, ребят, да. Что хотел, сказал, что не хотел, что забыл. Обычно всегда готовишь видео, думаешь, я вот сейчас так расскажу, вот так вот, вот так вот. А когда начинаешь снимать, вот, и смотришь в камеру, а вы смотрите на меня сейчас, то многие слова теряются. Соответственно, все это идет от меня, от души, от сердца, как я говорю, так и есть. Ну, просто, крепкого здоровья. Будьте здоровы. Сергей, что это сильно добрый человек, я его знаю давно, вот, поэтому, как бы, конечно, понятно, что можно эти продукты купить в другом магазине. Я же не то, что, там, я против того, чтобы люди покупали в других магазинах. Конечно, нет. Благодарю себе, ну, каждый выбирает себе, кому доверять, где покупать. Тем более Сергей торгует, я думаю, у него есть и делинские предложения для магазинов есть, и для, допустим, не только для магазинов, для импорта. Вот, совершенно верно, что он, поставляется продукция, скорее всего, и на экспорт. Поэтому, я думаю, что он в большой рекламе сильно не нуждается, но, как бы, как каждая капель-то, по чуть-чуть, вот, и поможет ему продвигать свою продукцию. У нас управление зародежем, поэтому такая ситуация. Все. Субтитры сделал DimaTorzok